Благослови 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 Не отпущу тебя Благослови меня Аллалюй Дух Святой Мы ждем тебя Приди сегодня Прикоснись к нам Исцели нас Вдохни в нас свежий Исцели нас Исцели нас Исцели нас Исцели нас Благослови меня 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 сегодня и вовеки тот же мы прославляем тебя и просим тебя господь служи нам в этот день служи господь народу твоему так же как это было две тысячи лет назад мы благодарим тебя за каждое чудо который ты совершишь сегодня мы благодарим тебя за каждое знамение которое ты дашь нам сегодня мы поклоняемся тебе мы превозносим тебя мы прославляем твое святое имя пусть тела дьявола сегодня будут посрамлены и разрушены всякое проклятие сегодня будет уничтожено вы все измученные сегодня выйдут на свободу и пусть я вас рабица пусть его тела посрамятся пусть имя твое мы славим тебя мы превозносим твое имя превыше всех других имен ты бог воздающий ты бог исцеляющий ты господь не оставит он судьбами правит господь безнесущий во славе грядущий ой и весь славу и весь силу твою да придет царствие твое мы благодарны тебе мы поклоняемся тебе мы превозносим твой святое имя и пусть твое благословение которое обогащает и печали собой не приносит покроет нас в этот день мы просим тебя об этом во имя иисуса христа и весь народ божий сказал амин будьте благословенны садитесь ожидайте от господа чудо ожидайте от господа чудо если можно немного остаться останься пожалуйста дух святой мы призываем тебя и просим тебя контролируй все что здесь происходит дух святой делай то что ты запланировал мы нуждаемся в тебе мы ждем милости твоей мы ждем славы твоей служи нам мы просим тебя об этом во имя иисуса христа халлюя давайте откроем друзья евангелие от луки лукас евангелий шестая глава со стану далее семнадцатый стих луки шесть семнадцать лукас шесть семнадцать лукас шесть семнадцать и сашет с ними лукас лидз арвинем речь идет об учениках леет пар макаклем и лисуси и пар лезу стал он на ровном месте и множество учеников его и много народа из все иудеи иерусалима и приморских мест и седонских и седонских и все иудеи и иерусалимы как и инотира и седонас которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих и и исцелиться от болезней своих так же и страждущие от нечистых духах и исцелелись тапа весел весь народ искал прикасаться к нему потому что от него исходила сила и исцеляла всех и он возвят очи свои научеников своих говорил блаженный нищие духа ибо ваше есть царство братья и сестры блаженный нищие дух искали люди его окружало множество народа из городов столичных но галуз пил садом из сельских городов но лаук пил садом его окружали ученики и две цели которые перед собой ставили люди когда шли на отслужение иисуса христа две вещи беспокоили людей первое они приходили чтобы послушать мудрость которую проповедовал иисус и второе они приходили для того чтобы исцелиться от болезней но самым сломимым и вы знаете тот кто был нищий тот кто был жаждущий тот кто был ищущий он никогда от Иисуса не уходил пустым тот кто искал мудрость он получал ее потому что никто так не учил как иисус как иисус иисус учил как власть иисус и когда народ слушал иисуса он четко и определенно знал что после этого семинара после этой проповеди после этого учения начнется главное экшен после того когда иисус проповедовал его слово сопровождалось последующими и чудесами и знаменими и он исцелел всех и именно это привлекало людей к Иисусу друзья с нашим христианством что-то изменилось мы что-то потеряли мы что-то утратили и Бог так сильно хочет восполнить недостаток Бог желает восстановить репутацию церкви чтобы она имела то же что имел фундаменталист основоположник и глава церкви Иисус Бог желает чтобы в новое поколение люди приходили тоже ради этих двух целей послушать слово и исцелиться от всех болезней потому что Иисус тот же Иисус вчера сегодня и вовеки тот же беззащитные открытые для проклятия жертвы невежества и друзья так же как Иисус вчера служил этим людям он желает сегодня служить репутация церкви это свет к просвещению язычников это место где Бог разрушает проклятие и больные становятся здоровыми Аллилуйя я долгое время с Илгулайку ходил в церковь где так мало было учения и еще меньше было молитвы я родился в многодетной семье у нас было семеро и моя мама сколько я помню с детства она болела постоянно и в доме постоянно пахла валерьянки лакардином лекарства на моих глазах он на моих глазах он я мая и я у моих глазах у меня было ревматизм сердце и в это же самое время в этой церкви мы практически каждый день слышали что 50-ти церкви это заблуждение и тот кто говорит на языках заблуждение и тот кто возлагает руки на больных и молится за исцеление это тоже заблуждение откуда я мог тогда знать что религия это оружие дьявола но откуда я мог знать что это тот кто называет чудеса заблуждением при этом салтуре сами находятся в заблуждении молдинаты когда мне говорят алексей почему так относишься к тем иным церквам и так негативно взрываешься в этой практике я вам объясню почему когда мне было 13 лет а моей маме было 40 мы расстались сколько я помню за свое детство в церкви ни разу не было молитвы за исцеление больных каждый мучился по своему лечились в советских больницах лечились где-то тайно у каких-то бабок кто на что способен а церковь которая была призвана к тому чтобы явить славу Иисуса Христа открыть людям мудрость жизни и силу жизни она была беспомощна отвечать на эти вопросы и более того когда кто-то пытался говорить об этих вещах на нем ставили крест я ни разу не видел что в церкви кто-то пригласил и сказал у кого есть нужды прийти мы помолимся с вами нет скорая пыталась решить эту задачу советские врачи невысокой квалификации пытались решать ту задачу которую должна решать церковь при высочайшей квалификации помазание Духа Святого имени Иисуса Христа и когда моей маме исполнилось сорок лет зимним январским утром ее сердце остановилось я помню этот страшный день в доме никто не спал это было раннее утро дети ощущали присутствие жуткого страха смерти мама не стала тринадцать лет и где-то внутри была горечь ну что это как ребенку объяснить это должно быть или это не должно быть я читал библию я читал евангелие и когда я пытался совмещать то что было записано в евангелии с тем что происходило в жизни я видел полнейшее несоответствие и где-то уже в детском разуме у меня была мечта однажды увидеть это соответствие для кого эта книга написана друзья и сколько пришлось десятилетий пройти мучительных христианских поисков чтобы однажды увидеть это соответствие сколько религиозных пластов пришлось просто пробурить проломать чтобы однажды найти такую церковь где уважают слово где любят Иисуса где людям хотят помочь где в тринадцать лет дети бы не раздавались со своими матерями где в сорок лет родители бы не уходили от своих детей друзья мы с вами счастливые люди что мы сегодня знаем правду что мы сегодня можем прикасаться к истине Божьей Иисус вчера сегодня и во веки точно у меня сейчас дети и я не хочу чтобы кто-то из моих детей в тринадцать потерял маму которая исполняется сорок друзья наша невежество наша религиозность она может стать причиной наших немощей ранней смерти бесплодия вы знаете пока церковь ничего не говорит не включает свет дьявол в темноте орудует на всю катушку он творит в нашей жизни эти жуткие вещи это как мафия в городе ее не видно но ощущение каждый испытывает все коррумпировано насквозь все схвачено отмываются деньги где угодно нищие еще нищают богатые еще богатеют и ты ты сможешь где справедливость где это друзья дела дьявола это мафия в царстве Божьем нашего сердца друзья я вам определенно заявляю что господь желает восстановить в церкви те новозаветные стандарты которые присутствовали изначально на на территории царства Божьего нам по праву принадлежит не только прощение грехов но и полнейшее здоровье и исцеление если ты веришь этому дай Господу великую славу аплодисменты боже аплодисменты амлодисменты аплодисменты Люди не тянулись к этим другим, от них не исходило, от них веяло холодом религиозных традиций, от них веяло холодом законничество, от них веяло буквой, могильным смрадом. Десятки лет люди приходили в синагоги и уходили теми же самыми, но в Иисусе что-то было особенное, он был особен, во-первых, потому что внутри у него была такая любовь, которой ни у кого нет, он любил, Любил, а в любви нет страха, а любовь ревнует, а любовь агрессивна, и когда Иисус видел, как дьявол уничтожает женщин, и они по 12 лет страдают в кровотечении, Когда он видел слепых людей, которые от рождения не видели солнечного света, когда он видел прокаженных, у которых гниет заживо плоть, Знаете, внутри Иисуса поднималась жгучая ревность, это не ваша судьба, я пришел, чтобы разрушить дела дьявола, Я не просто пришел, чтобы разогнать тьму в сознании, я пришел, чтобы показать дьяволу, что он не хозяин человеческих судьбы, дьявол, ты никто. Друзья мои, сегодня у нас будет служение исцеления, я глубоко верю, что сегодня Иисус, он приходит туда, где ждут его, он приходит туда, где народ искал, ищет прикоснуться к нему, посмотрите, какая атмосфера, Посмотрите, как люди себя ведут, множество народа, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своей, также страждущие от нечистых духов, смотрите, они слушали проповедь, они исцелялись от болезней, и они освобождались от демонической зависимости, и там одно слово, исцелялись. Бог сегодня приготовил для нас, Бог сегодня приготовил для нас, это помазание, и я верю, что человек, который жаждет прикоснуться к нему, он переживет силу, как та женщина. Друзья, у меня нет этой силы, у моих помощников этой силы нет, от него исходила сила и исцеляла всех, он живет в нас. Мы имеем сегодня такую привилегию, быть посредником, быть этим паромщиком, чтобы людей привести к Иисусу и сказать, прикоснись к нему, и он исцелит тебя. Он любит нас, он пришел разрушить дела дьявола, друзья, наши невежести, это дела дьявола, астма, это дела дьявола, рак, везис, это дела дьявола, безсонница, бесплодие, мучительные ночи. Это дела дьявола, иисус приходит, чтобы разрушить, разрушить эти дела дьявола, друзья, болезни ограничивают нас. Я вам скажу, что болезнь это орудие, посредством которого дьявол контролирует и ограничивает наше служение. Друзья, мы не имеем права смиряться с болезнью, мы не имеем права сживаться с болезнью, мы не имеем права свататься с болезнью, мы должны объявить развод и сказать, нет, это не воля Божья. Да, наше где-то внутри отношение к исцелению должно радикальным образом поменяться. Мы не имеем права, будучи больными, служить Господу, потому что болезнь это петля, это контроль бесов, это контроль дьявола. Слышите, болезни ограничивают наше служение, болезни контролируют наше служение. Ты не сможешь полностью исполнить волю Божью, если у тебя болезнь. Амин. И еще, братья и сестры, когда начинается молитва об исцелении, я бы сегодня в первую очередь хотел молиться за лидеров. Друзья, во-первых, церкви нужны здоровые пастора и здоровые лидеры. Когда начинают сюда выходить на исцеление бабушки по 88 лет или по 98 лет, друзья, у нас иногда возникает какое-то негативное отношение, и мы думаем, ну, началось парад ветеранов. Исцеление – это парад Божьих чудес, во-первых, в лидерском составе. Если пастор переживет чудо исцеления, у него будет моральное право молиться за всех остальных, чтобы разрушать дела дьяволов и исцелять больных. Амин. Поэтому всякий игнор, всякое негативное отношение к исцелению внутри нас должно полностью быть искорененным. Амин. Мы должны верить и говорить, во-первых, это благословение для меня. Во-первых, это благословение для меня. Я хочу быть исцеленным до мозга костей. Я хочу вокруг себя видеть. Не командуй инвалидов. Приходи на служение. Он не пришел. Почему? Недомогание. Немощь. Какая немощь? Об этом мы должны забыть. Мы должны жить так, чтобы от нас уже исходила сила и исцеляла всех. Мы должны быть полной веры, полной огня, полной силы, полное здоровья и Божьего помазания. Амин. Поэтому моя первая волна молитвена. Я буду молиться, во-первых, за всех лидеров. Потому что в здоровом теле должен быть здоровый дух. У нас должно быть, если мы храм, то этот храм должен быть без повреждений. Наше тело – это храм нашей души и нашего духа. Амин. И там не должно быть повреждений. Там не должно быть каких-то изъянов. Господь желает наше тело превратить в естественную платформу для сверхъестественных чудес. Амин. Друзья, нельзя прятать болезни. Нельзя мыслить так, что вот я выйду на исцеление, и я как-то буду выглядеть некрасиво. Больным быть некрасиво. А на молитву выходить – это красиво. Это значит, мы верим Богу. Это значит, мы говорим «Господь!» Я хочу, чтобы меня хватило надолго. Я хочу, чтобы меня хватило надолго. Я хочу часами поклоняться Богу. Я хочу не уставать. Я хочу скинуть лишние килограммы. Я хочу быть смелым. Я хочу летать по миру и проповедовать Евангелие, имея здоровье, силу, выносливость, динамику. Господи, исцеление – это благословение лично для меня. Давайте помолимся на эту тему и скажем «Господь, я претендую на абсолютное здоровье. Я претендую на абсолютное исцеление. Я сегодня возьму и не опущу тебя, пока ты не благословишь меня. Ки сокрыш тегедая, ки ла блеща каталя, кула ла месетру ма сокрыдели регрештага ла маханда, ки ра баси прештегле чакатала, ки ра мен зегли тормеша цедера рагатая, ела баха я, о Дух Святой, о Дух Святой проговори. Хи ла баси чакаталя, хи ла ма ши глапаря ма си таларебеталя, ки ла ла бреде штеря облетараля саталая, ки ла ла ме ра бле ра бле штеря ла дегеталя, ела ма ши караба цеглетаря макреталя, ки ра мен зегли тормеша цеглетаря, аллилуйя, 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 мы хотим служить и поклоняться такому Богу, который учит нас жизни и исцеляет нас от больных. Это сбалансированное Евангелие. Друзья, мы должны верить такому Богу, который не только учит нас, но исцеляет нас и изгоняет бесов. Мы признаем Иисуса, мы славим такого Иисуса, который не только учит нас жизни, но который разрушает тела дьявола, изгоняет бесов и исцеляет нас от болезни. Вот такого Иисуса, вот такого Иисуса, вот такого Иисуса мы любим, мы славим, и мы не хотим ограничивать его. Аллилуйя! Аллилуйя! Вы помните, когда эти четверо, Иисус был в доме, и пятком было много народа, и каждый человек шел, чтобы посмотреть, посмотреть, что там происходит. И четыре человека взяли одного своего друга. Друзья, если в моей жизни Бог уже навел порядок, друзья, я должен впустить Иисуса в мой дом, чтобы мои дети были исцеленные, чтобы моя жена была здоровой, чтобы мой муж был здоровый, чтобы мои родные были здоровые. Друзья, если Бог совершил чудо в моей жизни, я должен продлить эстафету чудес в моем родстве, потому что спасение, исцеление, освобождение принадлежит нам, и детям нашим, и всем дальним и ближним, кого не призовет Господь. Восстай славу Господу! Это необходимо! Это то, что принадлежит тебе! Это то, что принадлежит мне! Аллилуйя! Аллилуйя! Эти четверо людей, они были здоровы, они были сильны, но у них был друг, который был парализован. Куда его носить? Какие скорые? Какие лекари? Какие знахари? Братья и сестры, я глубоко верю, что наступает время, когда медицина серьезно уступит помоганию. Я глубоко верю, когда на смену умеренно квалифицированным врачам придет тот врач, который квалифицирован на самом высоком уровне, и курс его лечения сертифицирован в Царстве Божьем. И совершенные технологии, исцеление и освобождение, они будут открыты через Церковь Иисуса Христа для всего этого народа. От Него исходила сила, от Него исходит сила, и от Него будет исходить сила на этой земле, пока существует Церковь, пока существует Солнце, пока существует Земля, сила не иссякает. Эта сила не убывает. Эта сила приходит к тем, кто ее жаждет. Аллилуйя! И точно так же, как израильский народ, выходя из Египта, не имел ни одного больного человека, так и перед пришествием Иисуса, друзья, Бог явит славу Свою! 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 Аллилуйя! И мы будем видеть самых красивых, талантливых, здоровых и помазанных людей в Церкви. От Него исходила сила. Это был магнетизм, который привлекал всех нуждающихся. Эти четверо человек, они принесли этого своего друга. Но как пробиться через этот заслон? Как пробиться? Друзья, если я знаю, что от Него исходит сила, мне абсолютно все равно. Я прорвусь, я разломаю крышу, я не знаю технологий, я, может быть, не читал больших трудов, я не читал множество книг, но я знаю одного. Если я, моего друга, у которого есть проблемы и болезни, я положу перед ногами Иисуса, вот моя функция, все остальное, оно будет совершено, потому что от Него всегда исходила, исходит и будет исходить сила, которая разрушает дела дьявола, которая воскрешает мертвых, которая исцеляет больных, которая разрушает немощи и восстанавливает человеки здоровье, красоту, гармонию и полноценность. Аминь! И крышу разобрали, и люди удивлялись, что там происходит. А эта вера движется к Иисусу, а эта вера тяготеет к Иисусу, а эта вера не соглашается с параличем. Это вера, которая говорит Иисус, все изменит. Аллилуйя! И когда к ногам Иисуса опустили этого человека, Аллилуйя! Иисус сказал, прощаются грехи. И потом сказал, встань, возьми постель твою, уходи. Господи, как это величественно! Олег, иди сюда. Друзья, когда мы говорим об евангельских историках, мы говорим, ты можешь сказать, ну, это было там тысячи лет назад. Посмотрите вот на этого мужчину, иди сюда. Сколько? Год назад, да? Два года, да? Полтора года назад. Ко мне подошла жена Олега и говорит, у моего мужа обнаружили рак. И сейчас он находится там в онкологическом центре. Знаете, когда тебе кто-то подходит и говорит, что у него рак, и это уже подтверждение медицин, медицинское подтверждение, это равносильно, что готовь погребение. Иди, пиши завещание. Скажите, много ли сегодня из Галезерса выходят исцеленных? Рак не лечится. Просто где-то затягивается какое-то время. И я помню, как началось. Друзья, мы знаем Иисуса, от которого исходит земля. Мы знаем Иисуса, который не только учит и проповедует, мы знаем Иисуса, который разрушал, разрушает и будет разрушать и делать яблоко. Я вспоминаю, как Олег лежал в пластоле. Потом, во время служения его выводили сюда. Он был бледный, как бумага. В нем было вообще никакой силы. Слабость просто уничтожала. И где-то по-человечески я смотрел на его супругу, думаю, ну вот, еще одна жертва этих дьявольских дел и внутри где-то протест. Бог, однажды это закончится. Однажды эта беспомощность перед болезнями закончится. И мы всеми силами эти насилки тащили к Иисусу на служениях, на ночных молитвах, на служениях. Друзья, не важно, не важно, сколько времени прошло. Для нас важно, что если люди сегодня, которые болеют не с лечимым болезням, они прикасаются к Иисусу, то Иисус продолжает творить чудеса и исцелять больных. не с лечимым болезням, не с лечимым болезням. Расскажи, как Он тебе прикоснулся. Потому что сейчас мы будем молиться. Я бы хотел разрушить всякий скепсис. Это лидер, слышите, когда лидер болеет раком, то, друзья, нам важнее исцеление для того, кто служит Богу. Аминь! нам нужны сильные и здоровые лидеры. Как Бог прикоснулся к тебе, расскажи. Я попал в больницу. Я встал перед ним. Отец, ты спас меня. Дал мне жизнь. Дал жизнь детям моим. Ты призвал меня. Призвал детей моих. Значит, я не умру. Я встал и воззвал к нему. Я верю тебе. Я верю исцеляющему Иисусу, который исцелял 2000 лет обратно, который исцеляет сегодня. Я стал кричать ему, стал петь ему, стал поклоняться ему. Спасибо, что в этой церкви Бог поднял помазанников, которые написали эти песни. Эти песни я сам сначала не мог петь. Я стал, одевал наушники, слушал эти песни и пел с ними вместе. Я пел эти песни, я поклонялся Иисусу, прорывался к Иисусу, и свет пришел в мою жизнь. Я просто реально почувствовал прикосновение, и я увидел, что он со мною, где бы я ни был. И когда меня послали на облучение, где на врачей назначили 80 сеансов, когда после 10 сеансов человек просто увозят из больницы, чтобы откачать его, то у меня делали 80 сеансов, и мне ни разу не упал гемоблогин в крови. У меня все время был постоянный нормальный показатель крови. И когда я выписывался из врачей, то этот доктор наук, он просто был, он говорил, я не знаю, что происходит, я умру, а ты будешь жить. И я точно знаю, что Иисус, когда Иисус призовет, сказал, иди служи, иди в этот мир, проповедуй Евангелие, возлагай руки на больных. И я это все время делал, до болезни я это делал, возлагал руки. Я не смотрел старый, пожилой, молодой. Я возлагал на всех руки. И в этой больнице я возлагал на всех руки. В этой больнице, сейчас вот на конференции, когда мне подошел человек, который был рак желудка, и он был на конференции радовался, издалгупился. Он исцелился. И издалгупился был Володя, у него рак легких был, тоже исцелился, что врачи поставили такой же диагноз ему. И тоже были анализы такие же. АПЛОДИСМЕНТЫ А какого секрета просто нету? Я просто пришел к нему и сказал, Иисус, бери меня, используй меня. У меня нет ничего в жизни своего. Чего я не имею? В этот мир пришел, так же уйду. Иисус сказал, иди, вера твоя спасла тебя. Амин. Воздать Господу великую славу за этого человека. Аллилуйя. АПЛОДИСМЕНТЫ Если он помог Олегу, почему он не может помочь тебе, если Олег мог прикоснуться к нему и почувствовать, как от него исходит сила, кто мешает тебе сегодня прорваться через религиозные понимания, через свою душевность, прорваться в духе и сказать, Господь, я хочу прикоснуться к высоким энергиям твоего помазания. Приди, Господь, и не отпущу, пока ты не благословишь меня. Преодолей свою лень, преодолей свое недоверие. И перед нами живые иллюстрации, что Евангелие продолжает действовать. Иисус Христос вчера, сегодня и в веки тот же. Аллилуйя. Аллилуйя. Закройте глаза, давайте помолимся сейчас. Давайте помолимся. Я разрушаю сейчас всяких духовок, всякий религиозный контроль именем Иисуса Христа. Я разрушаю власть всякого неверия. Ты дух антихриста, я связываю тебя. Ты не будешь удерживать людей. Я разрушаю, дьявол, твою власть в жизни моих братьев и сестер. Пусть дух веры придет, пусть сила придет, пусть власть придет, пусть благословение придет, пусть исцеление придет. Я разрушаю, дьявол, яとうитку спорю, я желаю придет, я грías, encial, я делай твой выд đầu, подорвая для, бали я прощу придет, я берем, я берем, я берем. он сделает, ты схватма, всеludи, Луки 13 глава, 10 стих. Луки 13 глава, 10 стих. Буховная, немощь финансовая, немощь, служение, помазание. Она нас скорчивает и не дает нам выпрямиться во весь рост. Я верю, что сегодня Господь эту немощь в твоей жизни уничтожит и разрушит твоим Иисусом. Ты уже устал быть скорченным от недостатка, помазания, радости, силы и власти. И мы думаем, что это судьба. И мы думаем, что это все. Наша жизнь. Нет, это не наша жизнь. Это проклятие. Это продукт нашего невежества. Это дело дьявола. Это тюрьма дьявола. Которую Господь хочет открыть. Послушай, и пришел Иисус. И пришел Иисус. Увидев ее, Он подозвал и сказал ей. Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего. Примите это как пороческое слово. Женщина, сейчас, сегодня, ты освобождаешься от недуга своего. Здесь есть власть. Здесь есть помазание и сила. Ты встанешь во весь рост. Люди увидят твою женскую красоту. Люди увидят глубину. Все комплексы будут уничтожены и разрушены. Придет глубина и полноценность. Когда приходит Иисус, дьявол убегает. Не может быть мирного сосуществования. Бог жива и дьявольского. Если Иисус на этом месте, так же тела дьявола уходят. Во имя Иисуса. Закричи в духе. Аллилуйя. Скажи, ты дух немощи. Во имя Иисуса. Убирайся из моей жизни. Ты не будешь контролировать меня. Дьявол. Умри. Дьявол. 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 Засохни. Дьявол. Убирайся вон. Дьявол. Дьявол. Я встаю во весь рост. Дьявол. 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 к синагоге негодуя что иисус исцелил субботу сказал народу есть шесть дней в которые должны делать в те и приходите есть контроль господь все всякий контроль рушить и мысль главное вот в чем господь сказал ему ответ лицемер не отвязывает ли каждый из вас волос своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить сию же дочь авраамова которую связал сатана вот уже восемнадцать лет не надлежало ли освободить от уст сих в день субботний как господь смотрит на больных ущербных как господь смотрит на этих скрюченных и скорченных людей он видит этих людей связанных дьяволом и кто-то еще бредит что это воля божья воля ли божья чтобы дьявол связал тебя в морской узел воля божья развязать воля божья отвязать и пойти и повести этих людей к потокам живой воды в ура маще касса трёх валерия макры тощик сатайя ура мишки глитана мусатая иисус сказал что вы свяжете то будет связано на земле что вы развяжете будет развязано что вы свяжете то будет связано а 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 irsin а и а а и а а и и Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok И скажем сейчас вместе дьявол Во имя Иисуса Я сверкаю с тебя Всякое время и запинающий грех Ты дьявол проиграл Иисус развяжет сегодня Все твои узлы, ты посрамлен, ты осужден, ты изгнан вон Во имя Иисуса, где дух Господень, там свобода Киааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа иисус этой женщине сказал послушайте она была скорчена она не могла выпрямиться но она могла двигаться он искал он подозвал ее и вероятно это существо по-другому не назовешь когда человек вот так вот скуруз горблен и скрючен он как-то двигается если вероятно смотрели ну что это чудовище в середину выходит это чудовище выходило в середину чтобы уйти с середины полноценным красивым здоровым благословенным человеком закричи халллю я знаю что такое немощь я знаю что такое немощь это контроль это слабость это ленность это отсутствие энергии это отсутствие здоровья это то что тебя контролирует но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни кима сам джа и он подозвал ее и она подошла я искал женщина сегодня ты освобождена от своего недуга я на тот час тот час тот час она выпрямилась иисус однажды в этой толпе где было столько людей спросил кто прикоснулся ко мне я бы хотел этот вопрос задать кто сегодня прикоснется к нему тот почувствует как от него исходит сил и исцеляет всех мужчин и женщин и от раковых заболеваний и от холер и от немощи от астмы от бессонницы от женских на виск и от вслепоты от ухо ты есть села я не отпущу тебя не отпущу тебя не отпущу тебя благослови меня Не отпущу тебя, Господь, благослови меня. Не отпущу тебя, не отпущу тебя, Господь, благослови меня. Я хочу молиться сейчас за лидеров, за тех, кто служит Богу, кто находится впереди. О, Господь хочет видеть нас сильными, Господь хочет видеть нас здоровыми, полноценными. Господь хочет видеть нас полными сил и энергии. Не все подряд, у кого немощь, у кого какая-то болячка, которая тебе вредит, угнетает тебя, которая ты чувствуешь, как дьявол контролирует. И через это приходит уныние, и через это приходит разочарование, и через это приходит мысль, что я могу другим говорить, что я могу другим проповедовать, если у меня в жизни у самой на грани, если у меня у самого на грани, друзья, от него исходила сила. От него исходила сила. От него исходила сила. От Него исходила сила, от Него исходила сила и исцеляла всем. Выходите. Открывайте свой дух и кричите, Господь, не отпущу, пока не благословишь меня. Выходите, Господь, не отпущу, пока не благословишь меня. 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 Никто не отвлекается Ты прикасаешься не к пастору От этого ничего не произойдет Но когда ты прикасаешься к Иисусу От Него исходила сила Поэтому сосредоточься на имени Иисуса И скажи, я не отпущу тебя Пока ты не благословишь меня Все поднимите руки Подними руки И скажи, Иисус, не отпущу тебя О, Иисус, не отпущу тебя Пока не благословишь меня Иисус, не отпущу тебя Иисус, не отпущу тебя Не отпущу тебя Благослови меня Молись этой молитвой Не отпущу тебя Не отпущу тебя Не отпущу тебя Благослови меня Не отпущу тебя Не отпущу тебя Не отпущу тебя Господь Благослови меня Не отпущу тебя Не отпущу тебя Не отпущу тебя Благослови меня Не отпущу тебя Не отпущу тебя Не отпущу тебя Благослови меня Не отпущу тебя Не отпущу тебя Не отпущу тебя Благослови меня Не отпущу тебя Не отпущу тебя Не отпущу тебя О-о-о-о Я не спрашиваю Словно Сейчас О-о-о Я не спрашиваю Благослови меня О-о-о Я тебе приказу Оставь ее Оставь ее О-о-о Файмей Суса Файмей Суса Шая О-о-о Благослови меня Сепрещен О-о-о Благослови меня Главы Во имя Иисуса Во имя Иисуса Выйди, Дух нечистый Выйди, Дух нечистый О-о-о Выйди, Дух нечистый Тебе приказываю Во имя Иисуса icar Приди, Дух нечистый, во имя Иисуса Христа. Ха! Ха! Хея! Кровь! Дух святой приди, Ха! Кровь! Ха! 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 Свобода! В твоем Иисуса! Ты Дух нечистый, тебе приказывал, выйти! 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 Прямо сейчас! Женщина, ты освобождаешься от недуга своего Свобода Кэс 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 Прямо сейчас Прямо сейчас Дух святых Дух святых Кэс Кэс Всякая немощь Во имя Иисуса Всякая немощь Будь свободен Всяка Продолжение следует...